всем привет дорогие друзья а мы приехали сегодня на гору обезьян и вот они все сидят здесь гуляет собака небольшое пояснение что я допустим не люблю обезьян юля не тоже безразличны вот мы приехали исключительно для того чтобы показать их марку марку обезьянах чтобы он посмотрел со стороны на свое поведение как он себя плохо ведет и балуется может сделать какие-то выводы есть шансы что обезьяны заберут его и у нас вырастет маугли тарзан это маловероятно мы приедем через год заберем его давайте давайте теперь смотри сколько тут обезьян ого смотри марк ты видишь обезьяну да 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 но я шли я близко не подхожу к ним к большим обезьянам лучше не подходить не знаю почему спустили я держу у этих романтика на вьюпоинт который на самом верху нас машина так и не довезла мы спросили у русских которые там остановились они сказали что их тоже не пустили хотя раньше машины наверх пускали сейчас мы видим там единичные машины которые проезжают наверх но я не знаю почему и крыза бились мы уже устали сколько еще идти вверх я даже не да это хорошая офигенная фитнес у меня сегодня должна была быть тренировка ног и видимо она уже идет в данный момент поэтому я к этому хорошо отношусь почему нет главное чтобы маркин начал истерику и вот тогда будет сложнее да тогда мы оставим его обезьянам тогда точно оставим обезьянам а пока идем нормально вместе с его машинкой на локации с цифркой 4 и двумя золотыми обезьянками мы решили сделать привал я думаю что здесь есть какой-то обзорчик но здесь все взросло деревьями поэтому как то так ну что 800 метров преодолели вот такой подъем пульс сейчас у меня 128 на 180 мы договорились заканчиваем поход мы подошли какой-то еще одно геолокации я не знаю что это какая-то я думал то русские я уже думал что мы все русские а он кажется по русскому говорит так в итоге что он сказал бутылки забираются забирают как камеру выхватывают все снимают ребенка заберут точно а я понял хорошо значит камеру держим только в режиме не селфи окей но чёте так ощущение нормально я помню что его отношусь к этому как физ нагрузки поэтому усталости не боюсь так чё фоточку здесь давай замутим а теперь давайте я вам расскажу как же так получилось что меня укусила обезьяна мы поехали на обзорную площадку monkey viewpoint хотели посмотреть что именно сверху творится у нас не было цели прям потрогать покормить этих милых обезьянок ну в общем нас не довезли до места назначения потому что туда проезд был запрещен на машине высадили где-то внизу и нам пришлось идти пешком но мы такие типа но мы поднимались в 2018 году ладно пойдем идем 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 вроде внизу обезьяны были адекватные спокойные поднимаемся выше и там они какие-то уже стали неадекватные они злые они кидались на людей мы такие смотрим дом ладно мы знаем что их трогать нельзя орать нельзя руками махать нельзя будем спокойно просто мимо идти идем чуть-чуть вверх поднимаемся и на меня на мою сумку прыгает обезьяна при том что у меня в руках не было с собой бананов или еще чего-то ну я не планировала их кормить гладить так далее я чувствую на мне сидит обезьяна я понимаю что мне нельзя дергаться там прыгать бегать так далее вытащила она из рюкзака воду прокусила ее и когда спускалась она меня грызанула за ногу при том что я не дергалась ничего не делала то есть я просто стояла ровно там поворачивалась чтобы отходить и она когда спускалась грызанула меня за ногу мало того это сволочь когда я уже уходила вниз ну как бы на спуске я сказала себе все хорош с меня горы обезьян пойдемте домой и она опять села на мой рюкзак висела там что-то пыталась то ли открыть то ли еще они вообще какие-то ненормальные стали я не знаю либо они стали дикие и ненормальные из-за того что их не кормят или на них так корона повлияло я не знаю в общем я как только оказалась вдали от этого места вышел таец швырнул в обезьяна какую-то салютную штуку ну как как бомбочку знаете да она таком вот такой звук был и обезьяны все разбежались вот я посмотрела на свою ногу у меня там ничего критичного не было манюсенькая там процарапинка такая и там миллиметрик сукровицы я бегом спиртовыми салфетками все обработала мирамисти нам смазала потом мы спустились чуть ниже я опять проделала те же процедуры потом когда ждали такси я опять промыла все опять мирамисти нам ну короче ну я знаю что надо делать в этом случае пока ехали домой я начиталась кучу всего на форумах что бывает после укусов обезьян что нужно делать в этом случае и я вам скажу там все очень нерадужно поэтому мы приняли решение что мне нужно ехать в госпиталь мы застрахованы в ингострахе и я написала сразу в страховку мне ответили то есть я не могла дозвониться до них моя симка не пропускала звонок при том я даже свайбера пыталась позвонить и у меня ничего не получилось пришлось писать на ватсап и на несколько номеров мне там ответили в общем связались со страховкой и они пишут что а укусы животных не входят в нашу страховую я говорю как так я же по телефону разговаривала с девушкой с менеджером и она была белая пушистая сказала что не входит страховку но только там серфинг там падение с байка вот эти вот экстремальные виды спорта а вот такие бытовые вещи то есть в таиланде обезьяны это распространенное явление как это может быть не за страховки более я не сама ее на себя посадила она сама на меня просто прыгнула то есть я ничего не делала нет нет у нас покрывается только первичный прием врача все остальное вы берете на себя хорошо ладно просто обидно то что когда мы смотрели подобные видеоролики да там читали статьи на тему укусов обезьян все говорили что их страховка покрыла все расходы а наша только первичный прием ну вот в этом вся обидка и заключалась короче я приехала в госпиталь который мне указали это был мишин хоспитал ну да мишин госпиталь в общем зашла на ресепшен отдала свой паспорт меня принял врач спросил что случилось в общий показатель здоровья записал я прошла к другому врачу в отдел emergency но это типа экстренная помощь да там было очень много людей которые упали с байков это я коснусь глубже чуть чуть попозже темы и меня спрашивают куда укусила я показала мне обработали рану еще раз я говорю да я обрабатывал да я все сделала и йодом уже намазала к у меня все это есть дома что мне дальше делать он говорит в принципе у вас нет ничего страшного потому что укусы бывают такие штамм вырывают часть кожи там прям ну раны такие что требует зашивать ну обезьяны как бы не милые животные далеко не милые вот и он говорит ну давайте надо зафигачить вам два укола сейчас два укола через три дня и еще там через какой-то период еще два укола это типа бешенства и столбняк что не важно я говорю ну кому он ребята я не знаю что в этом случае делать я буду доверять вам хорошо делайте что хотите давайте зафигачим сюда сюда и пошла домой все как бы два вот этих укола мне обошлись в 900 бат это умножьте на 2 и грубо получим ту сумму которая которая была уплачена в рублях и плюс еще там 600 бат за прием врача это получается полторы тысячи бат я заплатила вот эти 600 бат мне должна вернуть страховая компания вот такая история интересная получилась что я увидела в отделе emergency там где прибывают экстренно очень много именно русских ребят которые катались на байке и мало того что они бы сами там катались и падали да одна семья ехала с малюшеньким ребенком ребят он еще с соской но ему от силы там год-полтора ребенок на капельнице мать с перевязанной ногой а отец он не пострадал потому что он водитель водитель страдает меньше всего при каких-то падениях или еще чем-то я насмотрелась правда насмотрелась и я видел не только эту семью я видела еще там ну наверное три-четыре пары русских которые упали с байка в этот же момент когда я была там и это были достаточно жесткие падения ну серьезно в чем я хочу чтобы вы поняли мой месседж я хочу чтобы вы прежде чем ехать с ребенком на байке подумали десять раз ладно вы сами окей но ребенок ни в чем не виноват правда вы можете быть хоть мастером 80-го левла по езде на байке но рядом с вами может оказаться такой же неопытный русский турист который вообще впервые за байк сел как мы например в 2017 году просто вообще без мозгов сели на байк дважды упали если вы смотрели наше путешествие вы в курсе либо же какой-нибудь да ладно хорошо не русский француз испанец итальянец да неважно кто просто даже местные они бывают так водят что страшно становится поэтому друзья мои пожалуйста думайте 10 раз прежде чем принять какое-то решение и конечно лучше всего передвигаться на машине если есть такая возможность с ребенком потому что он будет в любом случае защищен не будет каких-то катаплизмов что он может упасть куда-нибудь об асфальт да ну вы понимаете короче и помимо этих людей которые были падения с байка я также встретила пару русских которых укусила обезьяна и укусила очень и очень жестко то есть то что произошло со мной вообще несравнимо то есть там весь отпечаток пасти вот так вот на всю ногу вот прям с прокусами такими вот жесткими и они тоже приходили на укол потому что есть сказать вот этой девушке которую укусили сказали что вам надо но ей больше у нее прям очень много то есть у меня если маленькая рана мне там назначили там получается 6 этих уколов да у нее там чуть ли не через день и прям короче так понимаю чем глубже и жестче рана тем больше придется колоться вот поэтому первое не лезьте вы на эту гору обезьян но не нужна она ну правда нечего там делать они сейчас такие дикие эти обезьяны такие ненормальные я не знаю что случилось но правда 2018 году когда мы поднимались такого не было они были спокойны и они просто сидели на дороге чилили смотрели ну то есть вообще беззаботные были а эти они кидаются на русских кину не только на русских на любых этих самых туристов то есть мы пока шли там вниз от этой обезьяны я видела мужчину он говорил по-русски но не знаю откуда может быть с украины может быть с белоруссии неважно он был с такой огроменной палкой потому что обезьяны боятся палок и он на него прям нападали обезьяны со всех сторон я такая сева вызывай к такси давай отсюда побыстрее уедем так что друзья мои давайте не будем с вами рисковать это конечно может быть вам на первый взгляд кажется милыми животными но на самом деле это не так и они уж точно того не стоят и точно не стоит вашего здоровья нервов и потраченных денег и байки то же самое друзья мои думаете в первую очередь о детях потому что мы лично видели как семья ехала с малюсеньким ребенком вот так просто без шлемов без защиты без ничего на банке втроем то есть у тайцев это здесь принято это нормально но не у нас ребят ну правда я конечно не могу за всех говорится за всех нести ответственность но в любом случае имейте ввиду что если вы едете сюда на долгий срок или просто отдыхать думайте в первую очередь о своем здоровье берегите себя обязательно подписывайтесь на канал пишите в комментариях может быть у вас тоже произошел какой-то интересный случай с обезьяной или с кем-нибудь еще напишите как это произошло где покрыла ли это страховка какая у вас была страховка сколько вы за нее заплатили то есть ну это те нюансы о которых должны знать люди которые собираются себя поэтому поделитесь своими мыслями чтобы как можно больше людей узнала о таких опасных моментах обязательно подписывайтесь на меня в инстаграм там очень много красивых постов с острова пукет и обязательно подписывайтесь на меня в telegram там я буду публиковать самую актуальную информацию о пукете до новых встреч пока пока